МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я потерял сознание. Я сам-то этого не очень помнил. Я просто читал свидетельские показания, спрашивал, что икать. Андрей Косилов предстал перед судом. Каков настрой бизнесмена? Три полки, электроинструмент. В Златоусте обокрали гончарную мастерскую. 17-летнего подростка убили в центре Челябинска в ночь с 21 на 22 февраля. По версии следствия, студент заступился за девушку. Началась драка, и парень получил нож в сердце. Подросток скончался в больнице. Что предшествовало драке, и что рассказывают друзья и близкие погибшего? Все подробности этой истории выясняла Кристина Дайнека. Душа компании спортивный, мужественный и смелый. Таким в памяти друзей и близких останется 17-летний студент. Парень учился на банкира, но все надежды и планы рухнули в один момент. 21 февраля компания молодых людей отдыхала в кальяне на улице Воровского. По словам друзей погибшего, одна из девушек после ссоры в заведении решила пойти домой пешком. К ней пристали незнакомые мужчины. Парень бросился на защиту. Сначала разгорелся словесный конфликт, а потом оппонент подростка достал нож. 17-летний студент скончался в больнице. Его друг выжил, попал в медучреждение. По горячим следам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый мужчина. В его отношении возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». На два месяца мужчину заключили под стражу. Погибший в 2015 году остался без попечения родителей. Маму лишили родительских прав, а папы нет. Парень жил у бабушки, а пекуном был дядя. В связи с трудным финансовым положением семьи, мэрия Челябинска пообещала родным оплатить похороны подростка. Администрация города с первого дня после трагедии приняла решение, глава города приняла решение о том, что расходы на захоронение будут оплачиваться по подтверждающим документам администрации города Челябинска. В колледже, где учился погибший, не могут поверить, что подростка нет в живых. Рассказывают в том, что студент встанет на защиту девушек, никогда не сомневались. В ближайшее время со студентами и их родителями в учебном заведении проведут беседы, чтобы исключить повторение трагедии. А вот как несовершеннолетние оказались одни ночи в кальяной, вопрос остается открытым. Сейчас в резонансном деле разбираются следователи. Кристина Дейнеку, Эльвира Хафизова, Георгий Красанков, Максим Лисовский, ОТВ. Спустя несколько дней выяснилось, что момент убийства 17-летнего подростка из Челябинска попал на видео. Шокирующие кадры появились в соцсетях. Пользователи сети предполагают, что в объектив камеры попал тот самый парень. Это видео появилось в соцсети. В кадр вбегает парень. Скорее всего, это и есть тот самый студент. Навстречу ему выходят несколько мужчин и девушка. С другой стороны подходит еще одна. Вскоре в толпу вбегает парень. Это, видимо, друг погибшего. Начинается перепалка. Подросток явно пытается всех успокоить, но тут получает удар в грудь. Его оппонент сжимал в руках нож. Подросток, сгибаясь, отходит в сторону. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На время следствия подозреваемого отправили под стражу. А челябинцу, который убил молодую мать в Ленинском районе, вынесли приговор. Мужчина ударил девушку ножом в шею, а потом пытался скрыть следы преступления. Оттащил тело в кусты и пустился в бега. Но его все равно разыскали и отдали под суд. Напомню, трагедия произошла в июле прошлого года в Ленинском районе. 24-летняя челябинка вместе с сожителем пришла в гости к своим знакомым. Семейной паре. Как выяснилось, девушки познакомились в Кослях. Туда приезжали на свидание к возлюбленным. Мужчины сидели в колонии. И вот, по данным следствия, когда компания встретилась в Челябинске, мужчины поссорились и погибшая стала защищать возлюбленного. Тогда его оппонент схватил нож и вонзил в шею девушки. Она выбежала в подъезд и смогла проползти несколько метров. Убийца догнал ее. Девушка скончалась. Тело осужденной уволок в кусты. По горячим следам мужчину задержали и отдали под суд. Благов Винусу в совершении данного преступления признал частично. Он пояснил, что признает факт того, что смерть потерпевшей наступила именно от его удара ножом в область шеи. Однако пояснил, что не признает другие телесные повреждения, которые ему инкриминировались органами предварительного расследования. Добавлю, осужденный не раз привлекался к уголовной ответственности. Был судим за грабеж и изнасилование. По решению суда убийцу отправили в колонию строгого режима на 9,5 лет. В смертельной аварии в Агаповском районе погибли мужчина, женщина и их пятилетняя дочь. Вместе с ними ехала еще 11-летняя девочка. Она выжила. Смертельная авария в Агаповском районе. По предварительным данным ГИБДД, водитель Мерседеса выехал навстречу там, где обгон запрещен. Столкнулся с Тойотой. От удара на месте происшествия погибли водитель и пассажирка немецкой иномарки. Кроме того, в Мерседес ехали дети. Девочки 11 и 5 лет. Очевидцы отвезли обеих в больницу. Младшую спасти не удалось. Она скончалась. Старшая сестра попала в реанимацию. По словам автоинспекторов, семья жила в Верхнеуральском районе. По некоторым данным, у погибших есть еще одна дочь – студентка. Ее в машине не было. В Тойоте ехали магнитогорцы. Водители и пассажир попали в больницу. Точные обстоятельства ДТП пока выясняются. Перед судом предстал и директор крупной птицефабрики Андрей Косилов. В Аргаяшском районе стартовал процесс по делу о ДТП с участием бизнесмена. Его обвиняют в совершении аварии с рулем Лексуса, в результате которой во встречной ладе были тяжело ранены двое молодых людей из Екатеринбурга. Девушка, которая ехала в той же машине, впала в кому. Наш корреспондент Эльвира Хафизова с подробностями из суда. Мы находимся у здания Аргаяшского районного суда. Заседания проходят в закрытом режиме. Журналистов в зал не пускают. Андрея Косилова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью. Его защищают сразу два адвоката. Настроены они решительно. Однако настрой самого Андрея Косилова немного отличается. Он говорит, что вину не то, чтобы не признает. В этом разберется суд. Однако во время ДТП скорость он не превышал. Сама авария произошла на его полосе. Он сделал все возможное, чтобы избежать столкновения. Столкновение произошло на моей полосе. То есть я успел закончить маневр, ушел на свою полосу. Я бы сделал это чуточку раньше, если бы дорога не была в разобранном состоянии. То есть там были ямы. Если бы я через них предпринял попытку уйти от столкновения, то был бы тогда переворот и авария с теми машинами, которые ехали следом. В момент аварии я потерял сознание. Я сам-то этого не очень помнил. Я просто читал свидетельские показания жену свою, спрашивал, что и как. Авария с участием экс-чиновника произошла 28 июля в Аргаяшском районе. Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно. Лексус Андрея Косилова идет на обгон и сталкивается с Ладой. Удар. В Ладе пострадали три человека. Двое парней были доставлены в больницу. Еще одна девушка, 19-летняя студентка, получила наиболее тяжелые травмы. Она впала в кому. После ДТП Андрей Косилов оплачивал лечение девушке. Он выплатил больше полутора миллионов рублей. Но мирового соглашения так и не дождался. Теперь говорят о том, что деньги на лечение Анастасии поступят только после решения суда. Сегодня не было предоставлено нам документов, подтверждающих, что все полтора миллиона были на лечение. То есть это денежные средства, которые были не только на лечение, но и на сопутствующие затраты. Поэтому здесь два варианта развития. Либо мировое соглашение, и по мировому мы договариваемся, сколько моральный, сколько материальный вред. Либо та сторона будет доказывать все затраты, связанные с лечением, ну и доказывать моральный ущерб. После того, как Косилов отказался платить студентке, родители пострадавшей подали иск в 13 миллионов рублей. Но на заседание сами не приехали. В зале суда присутствовали их адвокаты. Три миллиона от мой потерпевший, десять миллионов вятки. Вы все это прекрасно знаете. Иски пока не рассматривались. В разумных, справедливых пределах принимает суд. Оценочная категория. Добавлю, процесс только стартовал. Впереди еще ряд судебных заседаний. Кстати, гособвинитель рассказал о том, что Андрей Косилов никогда не привлекался к уголовной ответственности. Соответственно, по статье, которая ему вменяется, за решетку он не попадет. Мы следим за развитием событий. Эльвира Хафизова, Евгений Чекалов, ОТВ. И к другим темам. Видеонападение на станцию скорой помощи в Озерске обнародовали полицейские. Напомню, в ночь на 15 февраля к медикам ворвались четыре человека и попытались выкрасть результаты медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Личности всех нападавших уже установлены. Вот они разгуливают по станции скорой помощи. Один из мужчин с арбалетом в руках. По словам полицейских, к медикам компания наведалась по просьбе товарища. Накануне тот сел за руль автомобиля без водительских прав. Да еще и в нетрезвом виде. Мужчину остановили автоинспекторы и отвезли на освидетельствование. После, по словам полицейских, он подговорил друзей выкрасть результаты анализов. И вместе с ними заявился на станцию скорой помощи. Видимо, хотел избежать наказания. Но теперь за решеткой может оказаться вся компания. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство», совершенное группой лиц по предварительному сговору. На время следствия двоих мужчина справили под стражу, в том числе того, что сел пьяным за руль. Еще двоих оставили под подпиской о невыезде. Кроме того, двое из них также были привлечены к административной ответственности в виде административного ареста за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача и за управлением транспортным средством без права управления. Мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы. Добавлю, остановить нападавших пытались медики и получили травмы. Двое молодых людей напали на салон сотовой связи в Ленинском районе Челябинска. Забросили в помещение дымовую шашку и разбили витрины. По одной из версий нападавшие подростки. Вот в салон забегает молодой человек. Бьет стекла и обчищает витрины. Один за другим собирает мобильные телефоны. Второй парень тем временем ждет за дверью. Теперь это видео изучают полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Парни объявлены в розыск. Алкоголь и сигареты на сумму свыше 130 тысяч рублей исчезли из челябинского магазина. Подозреваемых четверо. И среди них опять же подростки 16-17 лет, которым, кстати, пить и курить еще точно нельзя. Не доросли по закону. Молодых людей задержали вот в этом автомобиле такси. Младшему подозреваемому 16 лет. С ним был товарищ на год старше и два приятеля, которым по 24. Один из них ранее судим. Разбили окно и залезли в магазин. Украли сигареты. Сняли в машину и нас задержали. Только сигареты были и все? Да. При этом кроме сигарет у приятелей нашли украденный алкоголь. Общая сумма ущерба магазину 136 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде решения свободы на срок до 5 лет. В отношении всех подозреваемых избраны меры пресечения. На время расследования 16-летнего подростка оставили под подпиской о невыезде. Ранее судимый подозреваемый оказался под стражей. Еще двое под домашним арестом. Гончарную мастерскую обокрали в Златоусте. Вынесли все изделия, которые готовили к благотворительной ярмарке. В гараже, где хранились изделия, беспорядок. На полках пустота. А ведь на изготовление одного такого чайника уходит месяц работы. Себестоимость продукции гончары даже не считают. Ведь каждая чашечка уникальна. Это штучный товар. Я обнаружил, что у нас вскрыли один из боксов гаражных, в котором у нас хранилась вся наша продукция. С полок исчезли чашки для чая и кофе, блюдца, чайники, вазы и другие изделия. На каждом стояла печать мастеров, крылатый конь, символ Златоуста. Так что отличить эту продукцию от работы других гончаров несложно. Вместе с посудой исчезли инструменты. По словам мастеров, гончарными изделиями всегда интересовались только люди с добрыми намерениями. Покупатели нередко предлагают свою помощь. Кто мог наведаться сюда с плохим умыслом, мастера даже не могут предположить. Обратились в полицию. Неизвестные лица сломали навесной замок и похитили имущество на общую сумму более 20 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией, сообщить об этом в полицию. Конфиденциальность гарантирует. Теперь гончары надеются, что украденное удастся вернуть. Ведь изделия должны были поехать на благотворительную ярмарку. Деньги пошли бы на помощь детям. Это все, о чем я успела рассказать. Берегите себя и внимательнее смотрите по сторонам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин